Приветствую всех, дорогие друзья, зрители, подписчики, случайные прохожие, просто любители музыки, баяна, аккордеонной. Значит так, у нас сегодня на ремонте баян Волга. Но это не та Волга, которую я купил себе перед этим. Она была зеленого цвета, но немного зеленый цвет, зеленее, скажем так. Этот такой немного с бирюзой. Это тоже мой баян, я его приобрел себе на ремонт под реализацию, потому что инструменты баяны Волга мне понравились. Но этот инструмент немного в более худшем состоянии, на нем больше играли, немножко износили. Но по корпусу, по клавиатуре, по всему, он в прекрасном состоянии. Единственная проблема, что у него очень старые гнилые ремни, но это мы, естественно, все будем менять. Сейчас мы послушаем, что у нас с баян. Некоторые прилипают. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Волга, это достаточно качественные изделия заводской, советской баянной промышленности. Нравятся они мне, хорошие баяны. Единственное, конечно, будем все ремонтировать, но тро, клавиатуру, клапана, все будет менять. Вот так не стучало, плотнее будет. Баз здесь будет. Так, баян Волга. Прекрасный баян. У меня вот эти баяны советские, вот такие вот угловатые, но которые делали немножко качественнее, чем совсем ширпотреб, вот подобного. Мне очень нравится. И дизайн красивый, очень интересный. Они сейчас до сих пор смотрятся актуальнее. В чем-то даже поинтереснее, хороших итальянских инструментов. Нету какие-то вот ровные линии, простота, цвет, вот качество. Мне очень нравится. И кнопочки вот эти все сделаны. Вот отлично сделаны. А особенно какой, иногда эти баяны выдают звук, особенно цельнопланочные маленькие баянчики. Никакой, конечно, итальянский не сравнится. Вот. Ну что ж у нас тут, что мы тут видим? Значит, что хорошо, все клапаны на месте. И самое замечательное, что их никто не ремонтировал. Это прекрасно. Есть нюансы. Лопнувшая дека вот здесь вот. Еще есть трещины микро. Ну, это все мелочи. Значит, будем все снимать полностью. Буду всю клавиатуру снимать. Это буду все вышлифовывать. Буду все это закрывать древесину. Лаком покрывать. И будет тут все чудесно. Будет все как новенькое. Вот эти лапки я поменяю. Наклею сюда толстенький слой. Здесь будет с поролоном новая кожа. Клавиатуру придется потом выгибать, сюда поднимать. Но ничего страшного. Зато все будет работать чудесно, мягко, прекрасно. Как на хорошем, дорогом итальянском инструменте механика будет. Ну что ж, продолжаем ремонт. Что мы видим здесь? Ну, в принципе, все предсказуемо. Мастер уже тут мастерил. Все понятно. Опять залито какой-то мастикой жесткой все голоса. Все голоса придется демонтировать. Абсолютно все. Все залито мастикой. Каким-то ПВА, по-моему, клеем. Все захерачено. Эх, эх, эх. Значит, сразу хочу обратить внимание. Не латунные голоса, алюминиевые. Но резонаторы березовые. И вот здесь самое интересное. Вот мне нравится, как сделана басовая планка. Она тоже березовая. Вот там, обратите внимание, между нижним басом есть расстояние. То есть удобно подлезть к басу. И с этой стороны то же самое. То есть аккуратно можно снять. Тоже тут мастер очень много делал. Заливали каким-то пластилином. Ну, короче, традиционный криворукий ремонт. Мы будем все это исправлять, вычищать. Ну, ничего страшного. Я думаю, баян будет звучать хорошо. Басовые планки мне нравятся. Тут нерабочие лайки проемные. Вот, и все вот это высохло. Они хрустят. Плохо сидят. Все это мы сделаем. Будет работать чудесно. Ну, погнали. Так, все демонтировал. Так, грубо-грубо счистил ножиком. Сейчас буду шлифовать. Вот здесь вот там дороже большое количество щелей. Рассохло все. Ну, это мы все склеим. Все поставим на место. Трещины эти незначительные. Все это зашлифуем, залакируем. Будет как новое. Снял ее дополнительные ряды. Здесь дополнительные ряды сделаны на своей планке. Ну, это тоже хорошо на самом деле. Как бы продолжаем ремонт. Вот эту планочку не знаю. Либо оставлю эту, либо изготовлю новую. Потому что она вся какая-то продырявленная. Посмотрим. Ребята, ну вот резонаторы баяна Волга. Они залиты каким-то ПВА, по всей видимости. Или чем-то густым. Это просто жесткая. Она не плавится, ничего. И все сделано очень плохо, безобразно. Короче, я вынужден снимать все голоса. Ой, короче. И все полностью переделывать. Сейчас покажу три вида резонаторов в процессе. Изначальный процесс и окончательный вариант. Вот изначальный. Смотрите, вроде бы он сделал так, более или менее. Но, что делает дилетант? Если, скажем, человек, не сильно понимающий сути. Он просто берет, заливает клевом ПВА. Мы вот так вот берем, вот это снимаем. Типа, которая красиво выглядит. И в итоге у нас здесь голоса. Они все болтаются. Они все вот ходят ходуном. То есть они и так ходили. Вот так вот все снимаю сейчас. Вычищаю весь резонатор вот таким вот образом. Еще буду подчищать, но это грубая чистка. И в конце получается вот таким вот образом. Вот кое-где поменял лайку. Здесь сделал разное с двух сторон. Здесь сделал пленкой. Полностью все заменил. Здесь я ставил предыдущую. Просто для того, чтобы сравнить, как получится. Поэкспериментировать. Потом, если мне понравится, я все это заново сниму. И сделаю пленку вот как я делаю по-новому. Но здесь вот вся лайка моя новая. Запаяна одинаково с двух сторон. Короче, будем экспериментировать. Все, нарезаем. Вот такая красота будет. Ровненько все идеально. Значит, резонатор я сделал. Вон стоят они. Все сделал. Еще осталось чуть-чуть их подредактировать. Я собрал, спаял. Надо подстроить и, возможно, некоторые голоса заменить. Вот. И будем сборку правой клавиатуры. Баян делаю очень тщательно. Просто предельно тщательно. Ну, не предельно. Может, еще можно. Но, наверное, вот Юпитер буду следующий. Не Юпитер. Какой-нибудь хороший, приличный баян. Если я на полночь все буду делать, буду делать прям максимально. Но этот вот настолько делаю щепетильно. Я еще так не делал баян. Так. Идет настройка голосов. Настраиваю по-простому. Скажем так, настройка предварительная. Вот. Без корпуса. Корпус, когда все закрою, попробую. Там уже более тонкую подстройку подведу. Если она будет нужна. Инструмент обычный. Это не Юпитер какой-то дорогостоящий. Поэтому идеально там выстраивать все тона. Там неделями сидеть. Смысла здесь нет. Здесь нужно подстроить, чтобы не было грязи. Чтобы чисто нотки звучали. Поэтому такой настройки будет вполне достаточно. Одновременно я меняю лайку. Проемную. Там, где она мне не нравится, как работает. Меняю некоторые голоса. Четыре голоса я поменял. Подстраиваю. Убираю все лишнее. Отрываю голоса, которые... Как это называется? Прицепились. Вот. Короче, редактирую все. Заново переливаю местами. Ну вот. Сейчас практически уже все готово. Ждем, когда подсохнет корпус. Там много было трещин. Все их я заделал. Сейчас буду его зашлифую. Начну собирать гриф. Гриф соберу. Вот он лежит уже на готове. Соберу гриф. И потом начнем ставить голоса. Послушаем, что у нас получается. Так, все. Корпус я подготовил. Лаком покрыл. Вышлифовал. Ножиком я все выровнял. Шлифовальная машинка. Все сейчас тут практически идеально. Все щели заделаны. А их видно, но их нет. Они все залиты очень плотно. Вот. Прикрывать будет хорошо. Сейчас, я думаю, это вот лак такой просто цветом. Не обращайте внимания, что смотрится как грязно. Здесь все сделано хорошо. Вот. Сейчас, думаю, пролью весь клей по контуру, потому что он не новый. Возможно, уже клей немножко рассохся. Возможно, может продувать. Пролью все. Подсохнет и начну ставить клавиатуру. Все, клавиатуру набрал. Все, сейчас будет стоять, засыхать клей, вставать по корпусу, по клапанам, по всему. Все, выставил, выровнял. Ну, еще будет микрорегулировка в конце, когда поставлю гриф. Ну, вот, пока в таком состоянии. Вот, резонаторы ждут. Короче, осталось немножко, и правая готова. Очень много времени ушло, очень много сил. Прям овчинка выделки не стоит. Но уже начал, надо доделывать, конечно. Надо доделывать, уже бросать нельзя. Вот, на правой руке я прокладку проклеил. Хорошие вот такие вот я делаю. Из неопрена. Отлично, очень мягкие, сохраняют форму. Хорошо отпружинит, очень плотно прикрывает. Все, левую клавиатуру собрал. Да, окончательно, когда высохнет, подниму первые два ряда. И уже будут регулировать, выравнивать все. Вот там планку залил ПВА дополнительно. Потому что были какие-то микрощели, чтобы все убрать это. Все. Дека как новенькая, полностью тут все щели залиты. Они все отлично, короче, ничего не пропускают. Вот. Сейчас, когда только вот такая она, поролоновая кожа. Ничего тут не гремит. Все очень мягко, плавно. С этой стороны тоже третий ряд. Ну, почти что готово. Еще будет финальная регулировка. Клавиатуры по подъему. Чтобы ничего там не терлось. Буду поправлять, регулировать, прикрывать клапана, отгибать. И еще окончательная настройка будет баяна. Все, потом перехожу к левой руке. Всем привет. Значит, продолжаем ремонт баяна в Волге. Вот. Это не та Волга, которую я выкладывал. Та стоит в углу. Еще я пока за ней не взялся. Это другой баян. Он находился в более плачевном состоянии. Значит, правую руку я все сделал. Кроме последней осталось. Это поднять клавиатуру. Некоторые кнопки пока не нажимаются. Потому что я поставил сюда на лапки, проклеил материал с кожей. И она приподнялась. И вот некоторые люди не поднимаются. Но уже стальная компрессия здесь, ну, она великолепная компрессия. Просто прекрасная. На твердую пятерку. Вот. Сюда проделал проемную лайку. Влевую еще пока не делал. Немножко поиграть хочу. Что сейчас происходит. Мне очень нравится звучание. Звучание очень красивое. Звучит музыка. Звучит музыка. Очень красивый, настоящий баянный звук. Очень красивый звук. Но, конечно, может быть не самый лучший цельнотадочный баянный. Так звучат. Но баянный вот простой. Редко кто звучит приятным таким баянным звуком. Бас пока ужасный. Сейчас пройдусь потом, а запишу. Вот интересно. Сейчас пройдусь потом, а запишу. А он никакой. Будем сейчас открывать и продолжать ремонт. Ну, в общем, смотрим дальше. Ну, все. Открыла левую руку. Ну, и смотрим. В принципе, что и следовало ожидать. Замечательный мастер, рукожопый энтузиаст. Залил тут опять клеем ПВА. Они держатся. Вот ПВА тут залито. Все это снимать. Лайка тут вся отвисла. Она не рабочая. Он тут попытался как-то коряво это припаять. Вот. Здесь все мы менять будем. Это все будем менять с двух самым лайком. Что здесь он замечательный мастер-энтузиаст. Вот он что сделал. Ну, как обычно, они все это любят делать. Залито ПВА какими-то герметиками, клеями. Это, естественно, ничего не держит, потому что высыхает. Все болтается. Каким-то гвоздем здесь что-то он менял. Пластилин. Ну, и лайка вся. Она практически вся не рабочая. Голоса отличные. Очень большие. Резонатор среднего размера. Что хорошо. Оставлено расстояние для демонтажа и хорошей припайки басовой планки. Я поменяю лайку здесь полностью. Все в левой руке. Все. Целиком. И аккорды. И все. Еще полностью заменю. Все буду снимать. Все буду переделывать. Будет, я думаю, звучать очень хорошо. Все. Всем пока. Так. Все. Левый, значит, басовый снял. Аккордовая пока планочка лежит, ждет. Займемся басами. Я думаю, тут как минимум на день работы. Вот. Здесь все зачистил. Ну, не часто приходится работать с резонаторами, которые приклеены. Если есть возможность, я их, конечно, отклеиваю. Делаю им подошву и делаю их съемными. Кстати, на звук это не сильно влияет на самом деле. Вот. Здесь он очень крепко посажен. Я еще попробую, конечно, его отколоть. Сделать, чтобы тоненькую хотя бы подошву какую-то. И уже цеплять его. Так сказать, чтобы он съемный был. Ну, если не будет поддаваться, то буду делать уже по месту. По месту, конечно, приходилось делать, но не так часто. В основном резонаторы съемные. Но придется повозиться, конечно. Ну, ладно. Поехали. Хочу показать басовую планку. Вот этого баяна Волгу. Вот этого маленького баянчик. Она громадная. Она огромная. Как, я не знаю. Как на России, наверное. Вот у меня есть баян готовый выборный. Который в разбор у меня. У него самые большие планки. И вот эти планки еще больше. И тут очень неплохая подгонка для басовой планки. Вот. Неплохая. Не супер, но неплохая. Надеюсь, вот... Вообще хорошо. Вот. Так что, я думаю, бас тут должен звучать как надо. Поменяем сейчас всю лавочку на новую. Будет все в класс. Вот уже нижний бас. Нижний вот звук я уже сделал. На пленку перевел. Чтоб он ярче звучал. Вот. Вот эти все будут с кожей. Ну, разная кожа будет. Разной толщины. Разной толщины армирования. Ну, короче, погнали. Ну, вот, дорогие друзья, продолжаем ремонт. Процесс. Басовую планку я все собрал. Лайка вся здесь новая абсолютно. Нижний сделан на пленочке. Ну, поэкспериментируем. В любом случае, пленка работает как минимум неплохо. А на мелких голосах она вообще работает шикарно. Никакая лайка ее, в принципе, не заменит. Так. Ну, что у нас здесь? Здесь вот это вообще идеально. Здесь практически идеально. Одна лайка. Но это ничего страшного. Для большого баса такое отступление, оно вообще не то, что не критично. Оно допустимо. Она абсолютно будет прекрасно, эта лайка, работать. Даже на пиано. Но здесь все тоже идеально. Вот. Останется гвоздики поставить. Гвоздики ставлю потом, не сразу. Ну, так мне нравится делать. Вот. Ну, вот работа горе-мастера. Аккордовая планка. Здесь лайка даже прилипла. Естественно, традиционно, как любят делать мастера-любители. Залил ПВА. И спасибо ему на этом, что залил хотя бы ПВА, а не герметиком, который вообще не счищается. Значит, что он здесь сделал. Здесь была проклеена лайка от Вельдмейстера. Ну, или Ройл Стандарт какого-то немецкого баяна, потому что она идет с пленочкой. А внутренняя лайка вся вот в таком состоянии. Вся. На всех планках она вся. Вот. Она вся вот такая. Он сверху, получается, проклеил, а снутри оставил. Вот, дорогие друзья. Вот когда вы покупаете баян где-нибудь по интернету, с Авито или еще где-нибудь, и говорите, что вы так дорого продаете? Я вам на Авито куплю дешевле от мастера. Вот никаких гарантий нету, что вам мастер не сделает именно так. Наружную лайку поменяет, причем на БУшную Вельдмейстер. И она не очень хорошая, она на углах здесь загнута. Она тоже не работает, будет детонировать звуки. Вот видите, внутренняя, вот, все торчит. И не факт, что он сделает так, зальет ПВА, красивенько оформит, все сфотографирует и вам продаст. Недорого. Вот, конечно, недорого, потому что эта работа займет у него максимум полдня. А по-хорошему, конечно, тут полных 5 рабочих дней, это с утра, с самого раннего до самого вечера. Очень много работы. А если так, просто в среднем режиме работать, это, я думаю, неделя как минимум. Вот с этим инструментом работать. По-хорошему. Понятно, что он и будет стоить. Но он и будет звучать. Он и будет сделан капитально. Он будет в состоянии практически нового инструмента. В том-то и дело, что у него работа будет проведена просто глобальнейшая. Примерно работа, как производят на профессиональных инструментах. Ну, может быть, не совсем так глубоко в плане механики. Но, по большому счету, работа будет очень серьезная. Вот. И вот вам такое вот продадут. Вы будете играть и не понимать, почему не звучит. А вот это вот вы не увидите. А если это на басовой планке, которая несъемна, вообще даже никогда не увидите. Вам для этого нужно будет снять все голоса. А потом поставить. Их еще нужно правильно поставить. Такие вот дела. Продолжаем ремонт. Иду чистить планочку от этого ужаса. Ладно. Вот, сейчас убираю лайку. Это все выбрасывать. Вот смотрите, что хотелось показать бы. Очень важный момент. Вот мастер, ну, я думаю, это не совсем прямо какой-то там прям глубокий любитель. Но человек, который инструментами знаком, то есть он понимает, что лайка должна быть приклеена. Понимает, что не надо снимать голос, чтобы не видно было, что здесь лайка не рабочая. Вот смотрите, как он клеит. Вроде бы, в принципе, лайка, ну, более-менее. По толщине она, по жесткости, ну, так. Ну, с большими допусками, ну, потянет. Пойдет, короче. Можно, в принципе, было эту лайку. Я бы не стал использовать, но, в принципе, как бы там звук, конечно, похуже будет, но она будет работать хотя бы. Вот смотрите, как он приклеил лайку. Вот эта лайка оригинальная. Вот видите, пятно заклейки, какое маленькое. Оно рабочее. Что сделал наш выдающийся мастер? Вот смотрите, как она приклеена. Она приклеена практически напополам. 40% заклеена клеем. Вот это в этом маленьком голоске. Эта лайка здесь работать не будет вообще. Вообще не будет работать. Это просто вот лепнина, которая 90% инструментов на Авито. Вот такая вот лепнина. Это в лучшем случае, а то и этого нет. Вообще, на самом деле, лучше, самый лучший инструмент покупать, б.у. если, это тот, в который не лезли вот такие горе-мастера. Пускай он будет сломанный, пускай он будет неисправный. Но главное, чтобы там не занимались лепниной. Это значительно усложняет процесс ремонта и делает его дороже. Вот смотрите, опять то же самое. Я на басовые планки, вот так, на огромные, в полтора раза больше, вот так клею клей. Ну, чуть-чуть, может быть, выше. А здесь вот такой маленький голосок, вот так приклеена лайка. Это все, это безобразие. Вот здесь вот прекрасно приклеена, она мягко отходит. Все, вот этот клей, кстати, он очень хорошо счистится, легко. А вот здесь вот это пятно огромное, его надо счищать. Потому что лайка не будет. Это вот каждый приходится вычищать. Это я вычищаю деревянной палкой, палочкой специально себе сделал из ясеня. Потом это все зашлифовываю мелкой губкой наждачной. Вот, вот такие вот дела. И такое сплошь и рядом. Здесь тоже он постарался на второй стороне. Короче, беда. Вот, ну что это такое? Половина приклеена. Вот такие горе-мастера. Поэтому, когда говорят, что же вы так дорого продаете баян. Ну как дорого? Ну, может быть, тысяч на пять дороже, чем он стоит бэушный на авито, который вообще не ремонтировали. Или которые ремонтировали подобные горе-мастера. Ребята, сколько времени нужно провести с ним? А он не может стоить пять тысяч рублей. Потому что инструмент подведен к состоянию инструмента нового. Сколько новый баян стоит? Тульский. Сколько вот подобного параметра будет стоить? Тысяч сорок будет стоить. А я этот продам, ну максимум за двадцать тысяч. Это причем приличный баян, которого голоса будут намного лучше, чем у тульского. Лучше будут голоса. И звучать он будет красивее. Такие вот дела. Продолжаем ремонт. Все, вот голосочки лежат. Вот кучку мусора специально с голосов сколько получилось. Но это еще не с резонатора, только с голосов. С резонатора еще там в полтора раза больше. А представьте, сколько было с басовой планки. Там вообще была просто гора, тьма была этой грязи. Вот, ну, горе-мастер, который ремонтировал этот замечательный баян Волга, уберег меня, конечно, немножко от проблем со второй половиной резонатора. Вторые голоса. Он не переклеивал лайку и слава богу. Вот. Это очень замечательно, потому что лайка легко снялась, легко зачистилась и зашлифовалась все. Вот. Сейчас приступаю. Буду проклеивать пленку и лайку. Ну, на маленькие голоса сделаю пленочку, на большие сделаю кожаную армированную лайку. Ну, так хочу попробовать. Я думаю, будет хорошо. Я уже так делал, меня звучание устраивает. Всем привет, друзья. Значит так, аккордовая паланочка готова. Всю ее прозвонил, подредактировал, подправил. Лаечка вся здесь новенькая и снаружи, и снутри. Здесь басовый тоже резонатор готов. Осталось. У меня сейчас проем вот этот поменяю. Поставлю аккорд и уже не терпится поиграть, послушать, что получается. Просто не терпится. Очень интересно, какой будет бас. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, вот я и закончил ремонт баяном. Это не Волга, а баян Горьковская гормонная фабрика имени Крупской. Кто знает, пожалуйста, скажите название этого чудесного инструмента. У меня от других слов нет. Это прекрасный инструмент с отличными березовыми резонаторами, с крупными басовыми голосами, с прекрасной подгонкой голосов. В общем, я его полностью весь сделал. Осталось только вот его налакировать, скажем так, поменять ремни. Вот. И... Ну и все. Значит, вкратце об баяне. Я провел капитальнейший ремонт, заменил абсолютно всю лайку. Настроил его полностью, поменял полностью воск, все вычистил с нуля. Поменял клапана, отрегулировал механику, проемные здесь. Ну, короче, заменил все, что здесь можно было заменить. Понятно, что корпус, все детали я оставил на месте. Он в прекрасном состоянии. Все целое. Ничего тертого, треснутого нету. Корпус в идеальном состоянии. Мех в идеальном состоянии. Компрессия сейчас на баяне. На твердую-твердую пятерку. Тут вообще, ну, продавить я не знаю, с какой силы надо давить. Я немножко поиграю, что-нибудь попою. Ну, в общем, такой инструмент. Компрессия сейчас на баяне. Специально поиграл тихо, чтобы показать, какой динамический диапазон как хорошего ценно-планочного баяна. Ответ прекраснейший. Играть очень легко на этом баяне. Клавиатурка, все отзывчивый, легкий, просто прелесть. Компрессия сейчас на баяне. 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 Ну, что-нибудь попою. В первую очередь, конечно, Боян покупает такие инструменты для аккомпанемента песен. Но этот Боян прекрасно подойдет для обучения. Просто шикарно. Для ребенка это будет такой подарок. Во-первых, он очень красивый, компактный. Очень отзывчивый Боян. Прелесть вообще. Сейчас в тебя не будет. Если любовь не сбудется, Ты поступай, как хочется. Но никому на свете Грусты не выдавай. Новая встреча, лучшее средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается, И не сбывается. Любовь приходит нам, Порой не там, А все хорошее, Не забывается, А все хорошее, И не мечта. Играть одно удовольствие. Вообще, я просто кайфую. Так. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это просто... Субтитры создавал DimaTorzok Я в саду хожу, хожу, да на селень гляжу, гляжу, но никак в саду я милое-милое не найду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такие вот дела. Рекомендую Продолжение следует...